Главным вопросом 31-й сессии Горсовета был об изменениях в бюджет Улан-Удэ. Доходы увеличились почти на полмиллиарда рублей и теперь превышают 7 миллиардов. Увеличиваются субсидии на реконструкцию школы номер 2 в объеме 44 миллиона, субсидии на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ на 25 миллионов, субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10 миллионов рублей. Благодаря увеличению доходов произойдет также устройство зоны отдыха возле реки Селенга, капитальный ремонт трамвайных путей, ремонт площадки в парке Юбилейный и проведение противопожарных полос. Тем не менее у депутатов возникло немало вопросов. Почему средства будут расходованы именно на эти цели? Я вопрос ставил о том, чтобы поставить как раз таки детскую площадку для слабовидящих детей, либо в парке, либо еще где-то только для всего города. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас в городе вообще нет никаких детских площадок, где могли бы заниматься именно дети с ограниченным зрением. Михаил Юрьевич, это предложение всероссийским обществом слепых рассмотрим, включим. Как раз это вопрос на самом деле носит такой специализированный характер. И на одном из рабочих заседаний все это рассмотрим. На сессии депутаты вновь поставили вопрос о необходимости службы озеленения города. Привлекли все школы и посадили саженцы. На сегодняшний день, я вчера буквально заезжал, все деревья абсолютно пропали. Ни одно деревце не прижилось. Привлекли очень много людей. Если бы была какая-то служба озеленения, мы бы направили письмо. Было когда-то очень неправильное решение, когда в городе Улан-Удэ была ликвидирована служба. У нас был горзеленхоз и горзеленстрой. Вы, наверное, помните все прекрасно. Эти службы были ликвидированы. И мы с вами планомерно, шаг за шагом, наращиваем зеленую массу в нашем городе. Как отметили на сессии, служба озеленения появится в ближайшее время. С одном Ирдынеев Сергей Петров. Новости дня.